Утро на радио «Спутник в Крыму» с Андреем Матюхиным. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров. Друзья, мы продолжаем информационный эфир в 8.04 на Студинах. У микрофона обозреватель Андрей Матюхин. Давайте сейчас обратимся к истории. Из письма Фельдфебеля Отто Клима. 15 ноября 1941 года. Если посмотреть на исторические события, то три дня разница между тем, что сейчас происходит. «Мы здесь уже пять дней, работаем в две смены, и пленные работают с нами. У нас развелось очень много вшей. Прежде поймаешь, когда одну, когда три, а вчера я устроил на них облаву. Как ты думаешь, милая мама, сколько я поймал их в своем свитере? 437 штук. Я все понимаю, как отец рассказывал про войну 1914-18 годов, теперешняя война еще похуже. Всего я написать не могу, но когда я вам расскажу об этом, у вас глаза полезут на лоб». Так писал Фельдфебель Отто Клим 15 ноября 1941 года. 12 ноября 1941 года. Начало страшных морозов. Минус 12 в Подмосковье, на которые фон Бокком списано поражение группы армий «Центр». А я отмечу, что группа армий «Центр» — это оперативно-стратегическое объединение войск Вермахта во время Второй мировой войны, самая мощная из трех групп армий нацистской Германии, сосредоточенных для нападения на СССР по плану Барбаросса. Но сорвалось это молниеносное нападение, в том числе на Москву, и, конечно же, Москву яростно защищали советские войска. Будем говорить об этих событиях с гостей в студии. Это профессор, доктор исторических наук, заведующая кафедрой документоведения и архивоведения исторического факультета Таврической академии КФУ имени Вернадского Елена Латышева. Елена Владимировна, здравствуйте. Доброе утро. В этот раз не о современной политике поговорим, а вот именно об этих исторических событиях. Причем поговорим как и о мифах, которые существовали вокруг обороны и нападения на Москву, так и, конечно, обратимся к некоторым таким историческим оценкам тех событий. Но вот если исходить из этих писем, то, во-первых, это необычно, в принципе, и для России, когда для начала ноября и уже такие вот сильные морозы начинаются. Насколько к ним были готовы и фашистские войска, и наши войска? Ну, в ситуации оказались оба противника одинаковые, да? То есть мы прекрасно понимаем, что люди замерзают одинаково. И, конечно же, морозы для России наступили немножко раньше, но, в принципе, такие колебания погодных условий в Москве нормальны. Там может быть чуть теплее, чуть холоднее, но, в принципе, ноябрь достаточно холодный уже период. Конечно, мы еще оцениваем там по городу, Москве, а если за ее территорию выехать, естественно, там ощущение будет значительно серьезней. Готовы? Ну, я думаю, что психологически, естественно, советский воин был готов больше. Это наши природные условия. Это наши природные условия. Население умеет каким-то образом защищать себя от погодных условий. Для немцев такие природные или погодные условия были, конечно, более ощутимы. Ну, к этому много написано. Мы можем добавить, что немцы искренне считали, что они за осень полностью Москву захватят. Да, они вообще к Новому году хотели завершить войну. А там к Новому году уже, в принципе, решат проблему. Сейчас нам очень сложно представить, почему они решили, что такую большую территорию за такой маленький период они смогут захватить. Хотя бы гипотетически, да? Видимо, надеялись, что вот возьмут Москву, а дальше уже, собственно, по-настоящему. Все развалится. Дело в том, что у немцев была такая аллюзия, что как только они зайдут на территорию СССР, то коммунистический режим, как карточный домик, развалится. И они в этом убеждали свое население. Что вот мы такие прекрасные, замечательные, несем демократию. Ну, мы это слышим и сейчас. Ну, прогрессивное, светлое, доброе. Мы сейчас в жуткую коммунистическую страну зайдем, и там население будет приветствовать нас вот с цветами, пирогами. А кто не будет, мы поработим. Ну, остальные небольшие какие-то группки людей, которые вот искренние коммунисты, вот с ними как-нибудь справимся. Вот эти два, наверное, две иллюзии, они очень быстро развеялись. Уже вот при прохождении Белоруссии практически. Да. Но, кстати, по поводу того, насколько были готовы, например, советские войска, то вот опять-таки из письма ефрейтора Вернера Ульриха к своему дяде в Арсендорф. Русские сидят в хатах вместе со своими орудиями, чтобы они не замерзли. А наши орудия стоят день и ночь на улице, замерзают, и в результате не могут стрелять. Очень многие солдаты обморозили уши, ноги и руки. Я полагал, что война закончится к концу этого года, но, как видно, дело обстоит иначе. Я думаю, что в отношении русских мы просчитались. Так вот считал ефрейтор, но я думаю, что и командование вермахта также, видимо, считало. Но уже в момент начала операции, который в начальный период операции по захвату Москвы был для немцев достаточно удачным, да, он развивался очень удачно. Они теснили, советские войска отбрасывали по всему фронту. И то уже тогда генералитет писал о том, что сложности, что просчитались территории, с особенностью национальной населения территории, что предполагают, что война примет затяжной характер. Это еще они не начали нести большие поражения. Их еще не остановили, еще не отбросили. А уже, вот только пройдя территорию до Москвы, они уже понимали, что здесь как-то по-другому совершенно. И практически все говорили о том, что они впервые встретили достойного противника. Ну так и есть. Потому что вот еще из одного письма солдата Рудольфа Ру по своей жене, он пишет, что сижу на полу в русском крестьянском доме. В этой тесноте собралось 10 товарищей из всех подразделений. Можешь представить себе, какой тут шум? Мы находимся у автострады Москва-Смоленск. Неподалеку от Москвы русские сражаются ожесточенно и яростно за каждый метр земли. Никогда еще бои не были так жестоки и тяжелые. Многие из нас не увидят уже родных. То есть вот недооценили, может быть, противника. Думали, что ну вот, в принципе, подошли к Москве, а там несколько десятков километров осталось. Ну, собственно, русские сами выйдут и отдадут ключи от Москвы. Но не тут-то было. Конечно, безусловно. Здесь играет роль еще и... Ну, если мы говорим... Вот почему, да, немцы недооценили советское командование, советских солдат и вот русского воина? Давайте скажем иначе. Они переоценили себя. Переоценили себя. Да. У них все очень красиво складывалось в Европе. Надо отдать должное немцам. Мы не будем кривить душой и говорить. Это были очень подготовленные части. Очень хорошо вооруженные. На фашистскую армию, на вермахт, в общем, работали и экономически поддерживали танками, припасами. Практически самые развитые страны европейских государств. Чехия в огромном количестве, вплоть до конца войны, собирала, поставляла. Все остальные тоже. Сопротивление какого-то такого очень явного на территории, глобального на территории Европы, они не встретили. Поэтому, наверное, и вот этой реальности какой-то, вообще представление о том, что может быть... Кстати, еще и надо сказать, что где-то отчасти советский режим и фашистский режим по идеологической настройке был очень похож. И если в советском государстве со всех радиоточек говорилось о том, что если будет война, то она будет на чужой территории, короткая и победоносная. Победоносная и молниеносная. Да. То же самое практически говорили о немецком. Но немцы еще и считали, что они прошли всю Европу, они непобедимы, они умеют воевать, и, надо сказать, они достаточно хорошо воевали, прекрасно разрабатывали стратегические операции, у них были уже обстреляны гералитет. То есть, в принципе, почему не должно получиться, они предполагали. Но идеологическая настройка все-таки была несколько иной. Почему? Потому что многих, вот, сталинский режим, многих тех, кто воевал, например, еще и в Первую мировую войну и после революции 1917 года, да, многих таких офицеров именитых все-таки расстреляли, уничтожили, а кого-то сослали в лагерь. Я не про это говорю, я сейчас говорю про то, что и то, и другое устройство, это все-таки один харизматичный лидер, да? Ну, это авторитарный режим. Авторитарный режим. Похожие режимы с одним лидером, таким же харизматичным, с разной идеологией, безусловно. С разной, да. Но это два крупных государства с очень похожей идеологией, очень жесткой, целенаправленной, отточенной. Дальше нюансы. Мы не сравниваем эти государства по всем критериям. Мы говорим об обработке личности, да, в данном государстве. В пропаганде в том числе. Конечно. Построенной и достаточно хорошо построенной. Здесь это тоже нужно учитывать. Конечно, немцы не представляли, что солдат Советской Армии будет умирать. Умирать за свой клочок земли. Для них это было сложно понять. Вообще. И очень много, кстати, писем я тоже читала, воспоминаний, что их сразу удивило, что даже при подавлении огневых точек, там, дотов, дзотов, вот все подавили, одна остается, и пока все там не погибли, они будут сопротивляться. Они не сдадутся, не уйдут. Это для них было, ну, такое открытие, вот откровение. Ну, потому что вы правильно выше отметили, что они прошли уже к тому моменту Европу, Польшу, да. Они нигде не встречались. Не было сопротивления, да, никто не думал, что такое ожесточенное сопротивление будет здесь. Да, ну, думали, ну, так же зайдем, как зашли в Париж, в Краков, там, еще там куда-нибудь, да. То есть вот в этом как раз и просчитались. Но а какие мифы вообще сопровождали эту операцию? Их наверняка было много. Самый большой миф, который вы увидите во всех мемуарах, ну, практически во всех мемуарах немецкого командования, да, которые вспоминали об этом битве за Москву, они все говорят, что вот, сначала была грязь распутиться, мы ничего не могли сделать, потом ударили морозом и замерзали. Вот это и оказалось основной причиной провала. Это, во-первых, большая-пребольшая надуманность, да, даже не глупость, надуманность. С распутиться столкнулись обе стороны совершенно одинаково. И те, и другие перевозили боеприпасы, перебрасывали военнослужащих на автомобилях. И тем и другим нужны были дороги. И те, и другие к тому времени умели строить дороги, имели инженерные строительные части и это обеспечивали. Говорить о том, что немцы не могли построить какую-то грунтовую дорогу. Ну, то есть и тем, и другим было холодно. И те, и другие находились в одинаковых таких вот условиях. Проблемы, очень многие пишут о том, что вот, у немцев было мало гусеничной техники, вот если бы было больше, они бы с этим справились. Но точно так же у советских войск было очень мало гусеничной техники. Вот здесь они были совершенно в равных условиях. Строили прекрасно дороги, и если обратиться к инженерным сооружениям дорожным того периода времени, вы увидите такое количество дорожных покрытий деревянных, насыпных, деревянных. Есть даже карты дорог, которые строились по линии фронта, в то или другое сражение. То есть человек, который дилетант и этим никогда не занимался, да, скажет, наверное, это правда. Те, кто с этим сталкивался, скажут, что это глупости большие. Могли обеспечить себя, и те, и другие совершенно свободно, вкладывая в это ресурс. Да, требовался огромный людской ресурс. Ну, конечно, инженерные, просто построить это все. Ну, это делали и те, и другие. Делали колейки, бревна укладывали, засыпали битым кирпичом, песком в разные периоды времени, смотря чем. С 5 ноября ударили уже морозы, и все подмерзло. В принципе, проблемы с Распутицей уже не стало. И с 5 ноября эти и другие спокойно перебрасывали войска и подвозили боеприпасы. Елена Владимировна, важно еще отметить историческую оценку этих событий. Насколько была оценена оборона Москвы. Потому что, ну, на самом деле, конечно же, мы говорим и об исторической оценке уже в период самой Великой Отечественной войны и после нее. И, конечно, вот сейчас мы видим, в принципе, большое количество и документальных, и художественных фильмов, которые на эту тему снимали. И вот эту тему мы сейчас поднимаем в эфире. Насколько это было исторически оценено? Ну, всегда хочется, наверное, обратиться к великим. Жуков напишет, что самый запоминающийся в его сознании, это вот как раз-таки была оборона Москвы, битва за Москву. Он из всех операций Великой Отечественной войны выделял в своих мемуарах именно эту. Я думаю, что из-за противостояния важности вот этой многоступенчатости этой операции от полного провала в начале и до победы в конце, сложной, напряженной, да, в условиях очень сложных, я думаю, что он здесь точно совершенно указал. А если воспоминания немцев брать, тех, кто был приближен к Гитлеру и руководил, они все говорят о том, что это был первый провал, который пережила армия вермахта. И вот тогда они все поняли, что война будет затяжная, и они впервые задумали, что они могут ее проиграть. Вот именно это событие Великой Отечественной заставило их задуматься. До этого момента они считали, что все. Ну, дело месяцев туда, пару туда, пару туда. Ну, там к концу, скажем, зимы, неважно, да. Они начинают писать о том, что следующее лето будет сложным. Они уже не меряют месяцами, они начинают мерить уже годами. То есть тут уже более широкое, назовем так, планирование начинается, да? И в самой Германии начинаются первые ростки осознания проблемы. До этого это было такое триумфальное шествие, большой красивый праздник. А с момента завершения операции под Москвой люди начинают задумываться, и пропаганда начинает мелко разрушаться. Она еще не треснула, в ней еще не появились большие изменения, но она начинает тихонечко-тихонечко рассыпаться, разрушаться, подмываться. Ну, давайте скажем, и количество погибших, с которым столкнулось обе стороны, оно огромно. В нашем представлении полмиллиона человек мы, наверное, даже не понимаем. Да, очень сложно представить. Это больше, чем в Симферополе сейчас проживает. Да, вот это вот количество погибших, это количество погибших. Поэтому, естественно, это огромные, огромные потери. Это невозвратные потери. Во время войны есть потери невозвратные, есть потери, так скажем, которые медицинские, где восстанавливают, списывают, комиссуют, но это люди живо остаются, да, с тем или другим повреждением. Это совершенно невозвратные. Причем со стороны Советского Союза там под 600 тысяч, со стороны немцев очень сложные по счету, но я постаралась проанализировать, там тоже с полмиллиона. Ну, это действительно, и в том числе, это героические подвиги. Я вот вспомнил фильм, который, ну, не так давно вышел. Кстати, он вышел в 16-м году в ноябре, 24 ноября, «28 панфиловцев». Это, вот, собственно, фильм об обороне Москвы. В фильме представлены действия бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова, которые держали оборону у разъезда Дубосекова. И 16 ноября 1941-го отражали атаки немецких танков, прорывавшихся к Москве. Вот, в том числе и такие героические события, да, они вошли потом и в, ну, частично, конечно, были в киноэпопее «Битва за Москву» у Озерова, ну, и в ряде других кинематографических лент. Но и это медаль за оборону Москвы, да, которая была учреждена в каком? В 44-м году. В 44-м году. Вот я как раз об этом и говорю, да, историческая оценка тех событий, она дана была уже в период Великой Отечественной. Да. То есть, что немаловажно. Вы знаете, хотелось бы сказать, наверное, это, ну, не пустые слова, но один день на войне – это уже подвиг. Да, мы прекрасно с вами понимаем, что пережив любое боестолкновение с противником – это уже подвиг. Это, а если мы представим, что это люди годами, пять лет войны. Да. Мне сложно представить человек, прошедший пять лет войны. Когда погибают друзья, товарищи, когда ты переживаешь все эти сложности трагические, да, это контузии, ранения, это нехватка питания, это психические в том числе какие-то нагрузки огромные, колоссальные. Ну, и не так много людей, которым довелось вот ужасы эти войны пережить сначала и до самого завершения, да, потому что далеко не многие. Конечно, но мы здесь еще все время пытаемся отделить военные действия от местного населения и территорий, да. А представьте, наверное, мало кто задумывается, что в отличие от немцев война шла на наши территории. Это, эти боевые действия проходили в наших улицах, в городах, в дорогах, а в сельское место. То есть это наши люди, гибло наше мирное население, разрушалась наша инфраструктура. Она не разрушалась немецкая, да? То есть они сидели прекрасно, ждали, пока вернутся с фронта. А у нас мало того, что на фронте, еще и себя дома на фронте. И страдало население еще и местное, которое вот в этом всем тоже пять лет проживало. Конечно, да. В оккупации. Это тоже очень важно. Это тоже очень сложно. Но и здесь не стоит забывать еще о работниках тыла, да. То есть вот обеспечивать вот эту оборону Москвы, обеспечивать полностью обмундирование, полностью обеспечение техники военной, боеприпасы и так далее. То есть без тыла, без работников тыла, наверняка этого бы всего не случилось. Этого всего бы не было. Ну, есть, да, такое очень известное выражение, что война была выиграна руками женщин и детей, и стариков. Имеется в виду как раз-таки вот то, что было вложено людьми, которые оставались в зоне, да, вне боевых действий и работали с утра до вечера в две, в три, в смены. Совершенно без питания или на скудном питании, выпуская все, что нужно для фронта, отдавая все, что... Ресурсы все свои, собственно. Дело в том, что здесь тоже был очень большой просчет немецких войск. Они предполагали, что советское государство менее экономически развито, менее финансово состоятельно, технически, да, и вот этот фор, который у них есть, даст им возможность очень быстро выиграть. Но они совершенно не предугадали мобилизационные возможности советского государства. Огромную территорию, которая давала возможность эти ресурсы накапливать и передавать воюющую часть. И то, что сможет руководство это организовать. Мы забываем и часто не говорим о достоинствах руководства советского. Ведь все это построить, придумать, организовать, просчитать, а были отменены деньги, если вы знаете, да, была введена система карточек, перестали платить людям зарплату, и люди понимали, что в такой ситуации только так можно выжить. И работали. И стоит отметить, что ведь мы сейчас говорим о Москве, мы говорим об обороне Москвы, но с 16 ноября начинается блокада Ленинграда. То есть прекращено снабжение города по Ладожскому озеру, поставки в город идут только самолетами гражданского воздушного флота и, что называется, нападение и наступление по всем фронтам, да, а это психологически также влияло на советских воинов, на население вообще в целом. Естественно, руководству необходимо было одновременно вот эти все вопросы решать. Безусловно. Руководство было в очень сложной ситуации. Во-первых, ну, я думаю, что к тому времени первый шок уже прошел. И первый опыт уже появился. И появляются люди, которые уже понимают, как им действовать в такой ситуации. Ведь полководца вырастить очень сложно. Он должен где-то появиться, прорасти, получить опыт. Пройти боевой опыт. Ему должны доверять, да, его должны выделить каким-то образом. А если говорить о руководстве, отчасти это коллегиальный орган, это все, ну, люди, которые должны с этим сталкиваться. И самое страшное, наверное, в моем осознании брать на себя такую ответственность. Цена вопроса, да. Вот, когда говорят о личности Жукова, надо понимать, что этот человек мог брать на себя ответственность. Не только он ее нести. Это большое бремя. Принимать решение за не тысячу человек, да, а миллионы человек. Понимая, какие будут потери. И понимая, ради чего он это делает. Мы, кстати, говорили буквально несколько дней тому назад, 7 ноября, мы говорили о параде. О параде непосредственно к годовщине Октябрьской революции, который проходил в Москве на Красной площади, 7 ноября. Его готовили там буквально за считанные дни. И Жукова, ведь как главнокомандующего не было, там был Буденный, принимал парад. А Жуков был на передовой. Вот это тоже говорит о личности, в том числе полководца, о личности человека. Да, он не мог оставить, прийти, да, парад. Ну, важная, естественно, составляющая. И, в принципе, для того, чтобы поднимать боевой дух бойцов. Но и понимание того, что, ну вот я поеду на парад, а здесь будут погибать бойцы, у Жукова было. Ну, безусловно. Вообще, вот эта история с парадом, для меня она очень личная. У меня дедушка закончил училище, и как раз-таки вот этот парад, он прошел на Красной площади, потом он из Подмосковья, на станции был распредел... Они как раз угрузили в эшелом, и они шли на фронт. А на станции работал... У меня дед, получается, прадедушка был... Работал в железнодорожных войсках, в Министерстве пути сообщения. И он своего сына, по сути, грузил в эшелон, отправлял на фронт. Да, это невероятно сложно. Поэтому для очень многих, если мы возьмем, у каждого такая личная история, есть дома, да? У каждого есть кто-то, кто воевал, кто был там в той операции или в другой операции военной. Кстати, в битве за Москву принимала участие вот дивизия, которая располагалась в Симферополе, тоже. И была практически, если я правильно помню, разбита под Москвой. Ее потом заново собирали. То есть, практически вся погибла. Да, это снова такие исторические события, о которых стоит помнить. Но я напомню также, что 5 декабря 1941-го началось контрнаступление советских войск под Москвой. Об этом, я думаю, также поговорим. Спасибо большое, Елена Владимировна. Спасибо, что пришли к нам в студию. Елена Латышева, профессор, доктор исторических наук, зав. кафедры документоведения и архивоведения исторического факультета Таврической академии Кафу имени Вернадского. Была гостья в нашей студии. Вам всего доброго. Всего доброго. Всем хорошего дня. Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио «Спутник в Крыму». В Крыму. В Крыму.